Слова. Если говорить о словах, то их оберегание предполагает, что человек должен следить за тем, чтобы с его языка не слетало ничто бесполезное, то есть он не говорил ничего, кроме того, от чего он ожидает пользы и прибавления блага в религии. И если ему захочется сказать нечто, он должен подумать, есть ли в этих словах польза. Если нет, то ему следует воздержаться от их произнесения, а если есть, то нужно посмотреть, не заставит ли его произнесение этих слов упустить возможность произнести слова, приносящие больше пользы. Если да, то ему не стоит упускать те ради этих. Если хочешь узнать, что в сердце, обрати внимание на то, что произносит язык, поскольку он покажет тебе то, что в сердце его обладателя, хочет он того или нет. Яхья ибн Муаз сказал, сердца людей подобны котлам, в которых кипит то, чем они наполнены, а языки их черпаки их. Посмотри на человека, когда он говорит, ибо поистине язык его черпает из того, что в сердце его, сладкого и горького, пресного и соленого и так далее. Вкус сердца его можно узнать потому, что черпает оттуда язык его, подобно тому, как ты ощущаешь вкус еды в котле своим языком и понимаешь, какая она на самом деле. Таким же образом язык человека позволяет узнать, что у него в сердце. Ты пробуешь его сердце с помощью слов, слетающих с его языка, подобно тому, как ты пробуешь своим языком содержимое котла. Когда пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о том, из-за чего чаще всего люди оказываются в аду, он ответил, это рот и половые органы. Передали Ат-Тирмези, Ибн Маджа, Ибн Абид Дунья. Во рту находится язык человека, которым он произносит благие и скверные слова, а через рот он принимает пищу, либо дозволенную, либо запретную. А однажды Муаз, да будет доволен им Аллах, спросил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о деянии, которое поможет ему войти в рай и отдалиться от огня. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, сообщил ему о главе, опоре и вершине ислама, после чего сказал, не сообщить ли мне тебя о том, посредством чего ты удержишь все это. Тот ответил, конечно, о посланник Аллаха. Тогда он взялся за свой язык, а потом сказал, придерживай вот это. Тогда он спросил, неужели с нас будет взысканно за все, что мы говорим? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, да лишится тебя твоя мать, о Муаз, а разве станут ввергать людей лицами в огонь за что-то, кроме того, что говорили их языки? Передали Ат-Тирмизи, ибо маджа, Ахмад. То есть, не говори о том, что тебя не касается, и чего говорить не следует. Ведь тот, кто много говорит, часто ошибается, а кто часто ошибается, у того много грехов. Тухфаталяхвази. Удивительно, но человеку легко воздерживаться от запретной пищи, несправедливости, прелюбодеяния, воровства и употребления вина, но ему сложно удерживать в повиновении свой язык. И нам случается видеть, как человек, известный своим неуклонным соблюдением религии, равнодушием к мирским благам и поклонениям, вдруг говорит нечто такое из неугодного Аллаху, чему он сам не придает особого значения. Однако за каждое сказанное слово он опускается на расстояние большее, чем расстояние между западом и востоком. И сколько нам приходилось видеть, как человек, благочестиво отдаляющийся от мерзости и несправедливости, задевает своими словами честь живых и мертвых и при этом не придает никакого значения тому, что говорит. Если желаешь найти подтверждение этому, то посмотри на хадис Джундуба ибн Абдуллаха о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Один человек сказал, клянусь Аллахом, Аллах не простит такому-то. Тогда Всевышний Аллах сказал, кто это осмеливается клясться, что я не прощу такому-то? Я простил ему, а твои деяния сделал тщетными. Передал муслим. Этот человек долго поклонялся Аллаху, а потом произнес слова, которые сделали тщетными все его деяния. В хадисе от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, приводятся похожие слова, после которых сам Абу Хурейра сказал. Поистине он произнес слова, которые лишили его преуспеяния в этом мире и в мире вечном, приводит Абу Дауд Ахмад. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, также передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Поистине, бывает, что раб Аллаха произносит слова, которыми Аллах доволен, не придавая им значения. А Аллах за это возвышает его на много степеней. И бывает, что раб Аллаха произносит слова, из-за которых Аллах гневается, не придавая им значения. Но за них он будет брошен в пламя гиенны, передал Аль-Бухари. А в версии Муслима говорится. Поистине бывает, что раб Аллаха произносит слова, не задумываясь о том, насколько они греховны. Но за них его бросают в огонь на расстояние, равное расстоянию между Востоком и Западом, передали Аль-Бухари Муслим. Беляль ибн Аль-Харис Аль-Музани передает, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал. Поистине случается, что кто-то из вас произносит слова, которыми Аллах доволен, не думая, что их последствия окажутся такими. Но за это Аллах записывает ему свое довольство до того дня, в который он встретит его. И случается, что кто-то из вас произносит слова, из-за которых Аллах гневается, не думая, что их последствия окажутся такими. Но за это Аллах записывает ему свой гнев до того дня, в который он встретит его. Передали Аль-Тирмези ибн Маджа Ахмад. Аллах записывает ему свое довольство до того дня, в который он встретит его. Иначе говоря, Всевышний Аллах будет оказывать ему содействие и помощь в угодном ему. То есть, в проявлениях покорности ему и в том, что он будет спешить совершать благие дела, дабы он жил в этом мире достойно, а в промежуточном мире, Барзах, был избавлен от наказания в могиле. И она была сделана просторной для него. Ему будет сказано, спи сном жениха, которого разбудят лишь любимейший из людей для него. И в судный день во время сбора он будет счастливым, и Всевышний Аллах укроет его в своей тени. А после этого он обретет почет и вечное блаженство, и встретится с Аллахом. Тухфат Аляхвази. Аль-Кама говорил, сколько слов помешал мне сказать хадис Беляля ибн Аль-Хариса. А Анас, да будет доволен им Аллах, передает. Когда умер один человек из числа сподвижников, другой человек сказал, обрадуйся раю. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. А откуда ты знаешь, что он в раю? Возможно, он говорил о том, что его не касается, или скупился на то, чего у него было вдоволь. Передали Ат-Тирмези ибн Абид-Дунья. А Абу-Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, говорит благое или молчит. Передали Аль-Бухари муслим. А в версии муслима говорится, пусть тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, став свидетелем какого-нибудь события, говорит благое или молчит, привел муслим. Также в хадисе с безупречным Иснадом, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал. К признакам правильного исповедания ислама человеком относится оставление им того, что его не касается. Передали Ат-Тирмези ибн Маджа. Иначе говоря, того, что не является предметом забот искренне верующего. По словам Ибн Раджаба, сюда относятся запретное, нежелательное, сомнительное, а также излишество в дозволенном. Тухфат Аляхвази. Суфьян Ибн Абдуллах Ас-Сакофи передает. Я сказал, о посланник Аллаха, скажи мне об исламе такие слова, чтобы я уже не спросил об этом никого после тебя. Он сказал, скажи, уверовал я в Аллаха, а потом следуй прямым путем. Я сказал, о посланник Аллаха, а чего ты больше всего боишься для меня? Он взялся за свой язык и сказал, вот этого, передали муслим Ат-Тирмези Ахмад. Это достоверный хадис. А в другом хадисе сказано, когда раб Аллаха просыпается утром, все органы тела покоряются языку, говоря, бойся Аллаха в отношении нас, ибо поистине мы зависим от тебя, и если ты станешь придерживаться прямоты, то и мы станем придерживаться прямоты. А если ты отклонишься от правильного, то и мы отклонимся от правильного. Передали Ат-Тирмези Ибн Абеддунья Ахмад. Наши праведные предшественники взыскивали с души своей даже за слова «жаркий день и холодный день». Одного из великих обладателей знания как-то увидели во сне. Его спросили о его положении, и он сказал, «Поистине я задержан за слова, которые произнес. Я сказал, как же люди нуждаются в дожде. И мне было сказано, откуда тебе знать, это я знаю, в чем благо для моих рабов». Самые легкие из движений органов тела – движения языком, но они и самые вредоносные для раба Аллаха. Ранние и поздние ученые разошлись во мнениях относительно того, все ли слова, произносимые человеком, записываются, или только благие и скверные. У них два мнения на этот счет, и первое представляется наиболее правильным. Один из наших праведных предшественников сказал, «Все слова потомка Адама против него, а не в его пользу, кроме поминания Аллаха и того, что угодно ему». А Абубакар Ас-Сиддык, да будет доволен им Аллах, брался за свой язык и говорил, «Это он принес мне столько бед. Слова твои пленники, но когда они слетают из уст твоих, ты становишься их пленником». Аллах знает все, что слетает с уст любого говорящего. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель. Сура Аф, аят 18. С языком связаны два великих порока, и избежав одного из них, ты не избежишь второго. Это порок слов и порок молчания, и любой из них может быть в определенное время более тяжким грехом, чем другой. Умалчивающий истину, немой шайтан, ослушивающийся Аллаха, действующий напоказ и стремящийся подольститься, если только он не боится за свою жизнь. А произносящий ложное, шайтан говорящий, также ослушивающийся Аллаха. Большинство людей отходят от правильного пути в своих словах и молчании, и впадают то в один грех, то в другой. А приверженцы золотой середины, то есть прямого пути, удерживают свои языки от произнесения ложного и говорят то, что принесет им пользу в мире вечном. И ты видишь, что любой из них старается не произносить ни одного бесполезного слова, не говоря уже о тех словах, которые могут причинить ему вред в мире вечном. Поистине, придет в судный день раб Аллаха с благими деяниями размером с горы и обнаружит, что язык его обратил эти горы в прах. И придет раб Аллаха со скверными деяниями размером с горы и обнаружит, что его язык разрушил их, поскольку много поминал Аллаха и произносил то, что связано с поминанием его. Их оберегание заключается в том, чтобы человек делал шаг лишь ради того, за что он надеется получить награду. Если же шаг этот не приносит пользы, то лучше вообще не делать его. Из всего дозволенного человек может выбрать то, к чему он может делать шаги с намерением приблизиться ко Всевышнему Аллаху, дабы превратить эти шаги в приближение к Аллаху. А ступиться можно двумя способами, ногой и языком. Указания на оба действия упомянуты вместе в словах Всевышнего, а рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова. Сура развлечения, аят 63. Вот как толкуется этот аят в одном из тавсиров. Праведные рабы Аллаха ходят по земле, преисполненные спокойствия, скромные, и когда недалекие невежды обращаются к ним, стараясь обидеть их, они отвечают им благими словами и обращаются к ним так, чтобы не брать греха на душу, не отвечая невежеством на невежество. Тавсир Муясар. Всевышний Аллах сообщил, что они придерживаются прямоты в своих словах и шагах. А в следующих словах Всевышнего упомянуты вместе взгляды и мысли. Он знает о предательском взгляде и о том, что сокрыто в груди. Сура прощающий, аят 19.